Всем привет, с вами Ксения Глинкина, и вы смотрите канал про здоровье. Сегодня мы поговорим с вами про растение, которое помогает очень легко и быстро избавляться от вздутия и газообразования. Мы поговорим про все нюансы, связанные с ним. А для начала я хочу вам задать вопрос, что общего или различного вот в этих двух растениях? Вы скажете, что это одно и то же укроп и укроп, который мы едим. Но нет, вот это вот укроп, который мы привыкли выращивать в садах, а вот это растение тоже, его зеленые стебляки похожи на укроп, но это так называемый укроп аптечный или фенхель. И наше сегодняшнее видео будет посвящено укропной воде, и как раз мы должны понимать разницу, что это не тот самый наш укроп, а это именно фенхель. И я думаю, что, конечно, мамы грудничков знакомы с так называемой укропной водичкой, которую нужно пить для того, чтобы у малыша не было колик. Но мы поговорим про взрослых и почему эта вода является полезной. Дорогие подписчики, мы подготовили для вас новый подарок. Многие считают, что детокс – это нужно почистить печень, нужно пить какие-то фруктовые соки. Но мы расскажем, что же такое на самом деле детокс организма. И с этой целью мы подготовили целый гайд, который состоит из 42 листов. Чтобы получить гайд, нужно перейти по ссылке в описании к этому видео, скачивайте его, гайд без оплаты. Во-первых, ту самую укропную воду делают не из обычного садового укропа, а из фенхеля. Просто у него название «Укроп аптечный». И поэтому, когда мы хотим сделать эту воду, мы покупаем вот эти длинные семена фенхеля. И, в принципе, укропную воду готовить достаточно просто. Мы кипятим 2 стакана воды, насыпаем туда 2 столовые ложки семян укропа аптечного, кипятим несколько минут, оставляем остывать, процеживаем и употребляем укропную воду по полстакана за 30 минут до каждого приема пищи. И у вас, скорее всего, возникнет вопрос. За счет чего же может пропадать сдутие, метеоризм и газообразование, если мы используем укроп аптечный? Так вот, когда мы завариваем семена, во-первых, вы можете ощущать такой вкус аниса, он очень специфический. Этот запах идет именно от эфирных масел, и эти эфирные масла оказывают такое спазмолитическое действие, то есть снимают напряжение с желудочно-кишечного тракта, за счет чего ваши стенки ЖКТ расслабляются, и в том числе вы можете чувствовать такое определенное облегчение. Но есть еще специальное вещество, которое называется анитол, которое вы получаете, делая укропную воду, и оно обладает так называемым, это прямо научное название, витрогонным эффектом. Это значит, что данное вещество способствует выведению тех самых газов, которые образуются чаще всего вследствие того, что у вас есть проблемы с системой пищеварения, у вас есть нарушение микрофлоры и условно-патогенная флора. Скажем так, участвую в процессе пищеварения, в процессе нарушенного пищеварения выделяет газ метан. И вот именно укропная вода способствует выведению этого газа из организма. Но что важно сразу же сказать, какой эффект вы делаете? По сути, вот, например, у вас есть насморк, и вы отсмаркиваетесь. Помогает ли это избавиться от насморка? Нет, это помогает вам просто снять симптом, и чтобы у вас не было в моменте заложенности носа. Поэтому то же самое делают укропная вода. Да, это хорошее средство, которое может вам облегчать симптомы. Но мы должны посмотреть первопричину. И первопричину мы с вами назвали, то есть мы понимаем, да, что это действительно, в отличие от многих лекарственных препаратов, средство, которое не наносит определенного ущерба. И, как я уже сказала, то есть, по сути, это будет сродни отсмаркиванию, но нам нужно с вами устранить первопричину. А первопричину мы частично уже назвали, но нужно изучить всю систему пищеварения. С какого отдела ЖКТ у вас начались проблемы со вздутием и газообразованием? Возможно, у вас низкая кислотность, у вас недостаточно хорошо усваивается белок, и непереваренный белок попадает уже в тонкую кишку, и там происходит вздутие или газообразование. А возможно, у вас проблемы с желчооттоком. И тогда у нас есть вследствие застоя желча нарушение микрофлоры, либо непереваренные длинные также жирные кислоты попадают в тонкую кишку, точно так же вызывая вздутие и газообразование, либо у вас недостаточная выработка ферментов поджелудочной железы, и клетчатка, либо в целом сложные углеводы недоперевариваются, также вызывая вздутие и газообразование. И как раз поиском причины и уже устранением первой причины мы будем с вами заниматься на трехдневном бесплатном курсе «Основы нутрициологии», где отдельный день посвящен желудочно-кишечному тракту, отдельный день посвящен лабораторной диагностике и отдельный день посвящен рациону. Этот мини-курс абсолютно бесплатный, вы можете присоединиться к нему, перейдя по ссылке в описании к этому видео и найти первопричину симптома, как вздутие и газообразование. Что важно сказать? Вы можете попробовать использовать укропную воду и даже написать нам в комментариях, и, возможно, вы ее уже используете. И важно понять, что действительно укропная вода, она может способствовать не только снятию метеоризма, вздутия и газообразования, а также она показана при повышенном давлении. Но причину повышенного давления тоже надо искать, прежде всего, в вашем образе жизни и в вашем рационе. То есть у вас есть эффективное средство, снимающее симптом, но я настаиваю на том, чтобы вы нашли и устранили первопричину. Но основное его действие, я напомню, это действие эфирных масел, которые содержатся непосредственно в семенах. Не путайте, пожалуйста, с обычным укропом. А укроп вы тоже можете есть, потому что это клетчатка и тоже очень полезная, но это наш обычный и привычный продукт. Спасибо, что смотрели это видео до конца. Подписывайтесь, чтобы получать еще больше пользы и уведомлений о выходе новых видео. С вами была Ксения Глинкина. Вы смотрели канал Про Здоровье. Продолжение следует...